Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Ти-Илим. Волшебная книга, 55-й Псалом. Огромное количество материалов по этому Псалму есть, давайте уложимся в наше время. Первое, что пишут все древние книги от цуресов всяких, от всяких видов бед. Когда тебя что-то там достает, именно этот Псалом, он самый такой, вообще в толкованиях к этому Псалму все сводится к тому, что секрет в жизни в том, чтобы, если ты сможешь безраздельно уповать на Бога, возложить на Нему всю свою ношу, тогда не будет примера и предела Его благословения и Его помощи. Вот насколько сможешь это сделать, так и работает это все. Когда тяжелая ситуация, когда проблемы, десятый пасук этого Псалма читают три раза, и он помогает, как бы, ну, собирая угли на головы врагов, как сказано. Что еще есть по 55-м? Опять же, возложили, вот этот 23-й пасук, возложили свое время на него, он поддержит тебя. Магит из Дубна говорил целую притчу на этот пасук. Он говорил, что один бедняк едва тащился по пыльной дороге, мешок у него там, мимо проезжала карета богатого человека, и, ну, видел, решил, подвезу, взял, посадил его и видит, что тот все-таки мешок у себя там держит. Он говорит, мой друг, почему ты не положишь вещи, сядешь по-человечески? А тот говорит, ну, мне неудобно, достаточно того, что вы предложили меня подвезти, еще и мою нож внести. И богач говорит, глупец, мои лошади и так тянут и тебя, и твой груз, независимо ни от чего. Поэтому Магит объяснял мораль этой притчи следующим образом. Многие люди ведут себя, как этот бедняк. Они вызваливают на свои плечи мешки своих проблем, забот, и для этого нет причины. Написано, что человек должен осознавать, что Всевышний везет нас по жизни, и груз наш он тоже везет. И зачем нам учиться тогда? Надо довериться ему, положить на него этот груз и наслаждаться поездкой. То есть упование и степень упования может быть разгрузить сильно человека. Двадцать третий пасук еще вот это говорится о том, что если большие денежные проблемы или боится денежных проблем, читать этот пасук несколько раз в день. Чтобы молитва дошла до неба, тоже читают именно этот пасук и сосредоточились на первых буквах вот слов, входящих в него. Есть интересное такое. Тринадцать раз, если в суде у тебя суд, и ты боишься, что исказят истину и оболбут тебя, тринадцать раз читается этот псалом, и он помогает. Читают его для исцеления от болезни минуты такого отчаяния, когда человеку кажется, что ничего не поможет. Что еще написано, что если нападает беспричинный страх? Вообще написано в иудаизме есть правило, что если на человека нападает беспричинный страх, значит в этот момент его судят на небесах. В этом случае лучше прочесть любую главу тегилим или молитву шма, но в идеале говорят мудрецы, и этот псалом он сразу помогает. Что еще? Опять же, возвращаясь к комментариям, одна из притч говорила, что мы как угорелые носимся, пытаемся справиться со своими проблемами самостоятельно, в то время как от нас требуется совсем другое. Это поднять духовную трубку, набрать номер телефона Бога, то есть возложить на него свое время. Это все время проходит красной нитью во всех толкованиях. Написано, что человек обязан посвятить хотя бы небольшой отрезок времени настрою перед молитвой. Желательно перед молитвой читать псалмы. Написано, если псалом читает перед молитвой, он очень-очень поднимает молитву наверх. От Парнасы я уже говорил, 23-й, но еще раз скажу, что вот этот Тегелим, если чьи-то соперники хотят склонить суд к несправедливому решению, то Шимуш Тегудим Кадмон, старинная книга, говорит, что 13 раз считает этот псалом, ты выравнишь ситуацию. Ну вот, пожалуй, все. Брахава и Ацлаха.